Владимир Петрович, житель многоэтажки по улице Малинина, обладает редким упорством. Пенсионеры утверждают, что шум от соседей не дает ему спокойно жить. Регулярно звонит председатель кооператива и, конечно, в милицию. Но многократные проверки и выезд комиссии этот факт не подтверждают. Соседи живут в состоянии повышенной готовности к общению с правоохранителями и чиновниками. А Владимир Петрович теперь посещает личные приемы в райисполкоме, как и его коллега по цеху Валентина Михайловна. Решением суда ее выселили из арендной квартиры за неуплату. Сумма долга за несколько лет измерялась тысячами рублей. Погасить помог близкий родственник. Сейчас Мазырянка – частый гость в отделе ЖКХ и других кабинетах райисполкома. Требует предоставление другой арендной квартиры или общежития. Такой вот нестандартный способ создать проблемы в своей жизни, а потом возложить ее решение на чиновников или депутатов. Только в этом году в Мазырский райисполком поступило 750 обращений. 20% из них повторное. У нас идет порядка 20% повторных обращений. Основная тематика, с которой граждане заявляются в Мазырский райисполком повторно, это обращения правоохранительной тематики, суд, прокуратура, следствие. Имеют место, конечно, вопросы, которые касаются земельных правоотношений. Значительное количество письменных, устных и электронных обращений поступает от так называемых постоянных респондентов. Что касается вопросов, которые, опять же таки, поднимают граждане, это вопросы несогласия и отстаивания каких-то своих субъективных желаний. И они пытаются таким образом реализовать свои какие-то права. Естественно, что есть у нас такой момент, как и прекращение переписки с данными гражданами, которые заявляются, скажем, необоснованно, повторно и необоснованно. Значит, что значит прекращение переписки? Гражданин, направив свое обращение один, два, три и более раз, получает разъяснение на свои вопросы. Если исполком принимает решение то, что данное обращение необосновано, все вопросы, которые излагал гражданин, были рассмотрены, на них даны ответы, принимается решение о прекращении переписки. За каждым обращением отдельный человек и особая ситуация. Многие требуют индивидуального подхода. А еще это выезды на место, почтовые расходы, консультации экспертов. Практика личных приемов показывает, власть готова откликнуться на просьбы людей в рамках действующего законодательства, поддержать в сложных ситуациях. Конечно, если они обоснованные. При этом в районе есть люди, многократно пишущие в различные инстанции по вопросам, на которые им уже давно дали ответы, и забирая время, за которое кому-то можно было бы реально помочь. Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь.